Как ты думаешь, что было самым сложным для меня в момент нашего расставания и почему? Не видеться, не жить вместе, оставаться в пустой квартире. Какие твои три любимых воспоминания о нас? Мой день рождения прошлогодний. Я тогда очень хотела покататься на катамаранах, и ты все никак не соглашался, не соглашался, и сделал мне подарок, и мы поехали кататься на катамаранах в день рождения. Нашу годовщину после расставания. Мы расстались, и спустя какое-то время была годовщина, и мы решили ее отметить вместе и назвать ее годовщиной нашего знакомства. Это очень приятные воспоминания, такие нежные какие-то, теплые. И, не знаю, наверное, может какая-нибудь поездка к моим родителям. Ты очень милый был и такой застенчивый. В какой конкретный момент ты понял, что хочешь, чтобы мы были вместе? Ну, учитывая так, как именно мы начали встречаться, то, наверное, где-то на второй-третий день я понял, что это было бы отлично. И мы начали. Я предложил, и мы начали. Как-то тепло, уютно становится рядом. Какое-то внутреннее ощущение появляется, что тянет к человеку, хочется видеться, хочется что-то обсуждать. И для того, чтобы это было все как-то официально, без болтовни, без каких-то подводных камней, просто говоришь. И ты говоришь, давай встречаться. Вот так я это представляю. Какого эпизода в нашей жизни ты бы хотела, чтобы никогда не было? Надо подумать. Ну, наверное, расставание. Ну, логично. Сама ситуация, как она произошла, возможно, или чтобы ее просто не было, или чтобы она была преподнесена по-другому. Как? Ну, не в такой день. Я в день нашего расставания, я приехала со свадьбы подруги, на которую в Агане поехал. И я была единственной подружкой невесты, которая словила единственный букет невесты. И я такая приезжаю на радостях, такая, ой, привет, смотри, с веселым настроением, с хорошим. И все такое. И мне такое говорят. На. Получается, не работает. Букет? Да. Ну, получается, что так. Не надо верить в это. Понятно. Как думаешь, в какой момент мы были максимально близки? Я думаю, что это было где-то через полгода, где-то, ну, восьмой, девятый месяц, когда начался локдаун. Вроде тогда было, да. И как-то все было вместе. Ну, это и так вот, то, что пришло в голову. Я тоже так понимаю. Под конец первого года всегда же какой-то спад идет. И он был. И второй год тоже был хороший, просто скачкообразный. Вот. Который закончился весельем. Ну, естественно, в кавычках. Я думаю, в это время. Как я изменился с того дня, когда мы познакомились? Ну, ты стал более сдержанным. Не таким внимательным. Не таким заботливым. И просто, может, как-то по-другому начал думать, воспринимать все происходящее вокруг тебя. И относиться по-другому. Это сто процентов. Я еще хочу добавить, что я очень сильно изменился внешне. Это все от тебя. Потому что я начал по-другому вести себя и выглядеть в лучшую сторону. Спасибо. Да. Выглядеть, обитаться, одеваться. Существовать. Да, спасибо. Существовать. Как ты объяснял причину нашего расставания близким и друзьям? В общем и целом, я никак не объяснял, потому что это не их дело. Но, может быть, каким-то очень близким друзьям говорил, что чувства закончились, и чтобы не врать, просто прекратил. Потому что не хочу тебе врать. Ты хороший человек, и некорректно так поступать. Все. Ничего с хороестественного. Не придумывал, не говорил, не врал. Хороший вопрос. Как ты думаешь, что я считаю причиной нашего расставания? С твоих слов и моих воспоминаний это связано с тем, что, как ты сказал, меня слишком много. И ты чувствуешь, что мы с тобой на разных этажах, что ты меня не догоняешь, что я слишком впереди. Типа, ты еще не успел подумать, а я уже сделала. И, наверное, в этом. Ну, мы просто перестали идти вместе рядом и разошлись. Как-то так. Нет? Да, нет. Да, так было, да. Так и говорил. Так и есть. Как думаешь, какой твой поступок сделал мне больнее всего? Какой-то определенный я не буду называть. Это будет нечестное по отношению к другим поступкам, которые тебе не нравятся. Да и суть любой тот, который тебе показывал, что я ушел, отошел, выбираю не тебя, а себя или другое что-то, другого, какой-то непонятной или понятной ситуации, где становится ясно, что ты не приоритет. Они обидные, потому что после них мы разговариваем. Мы после того, как происходят какие-то неприятные ситуации обсуждали и обсуждаем, в принципе, даже сейчас все, что происходит. Да, как в момент отношений, так и после. После, да. Ну, для того, чтобы было понятно. Я, короче, вспомнила самый дурацкий момент вот такой, типа, перед расставанием, когда ты мне сказал, что тебе нравится девушка. Мы еще тогда были вместе. Еще, типа, все было как будто бы ровно и нормально. И ты такой, ну, меня, я сижу, смотрю, и, типа, меня привлекает девушка, и она мне нравится, и я чувствую какие-то там что-то внутри. Наверное, это такой, типа, стартовый был. Бросок сублимированного говна у меня. Я даже, наверное, ну, типа, я сейчас даже это помню больше всего. Типа, типа, какие-то другие ситуации уже, ну, ровно, но вот именно то, оно воспринимается как какой-то... Триггер какой-то, да? Ну, да, триггер, может, какой-то. Не прям, чтобы предательство, но по факту ты еще со мной, но уже такой общался с другими девочками. Типа, ты уже ушел, вернулся, но при этом общался с этой девушкой в момент, когда я лежал рядом со мной. Ну, это срабатывает, когда не чувствуешь ответственность перед человеком, привязанности, мозги уже по-другому работают. Ну, это... Ну, какой-то уважительный. Мы, короче, это обсуждали, я... Помнишь, да, что я немного по-другому смотрю на эту ситуацию? Ну, да. Вот. По-другому. По-другому. По-своему. Да. Да. Как изменились твои чувства ко мне? Скажи, пожалуйста. Я перестала тебя любить так, как любила раньше, но, в принципе, не перестала любить. Любовь поменялась. Поменялось восприятие тебя как человека, который находится рядом. То есть, если раньше, возможно, это был какой-то взгляд на тебя в розовых очках, то сейчас я начала замечать все недостатки какие-то, несовпадения. Различные твои мысли и действия в ситуациях, которые мне, например, не подходят. И, возможно, более адекватные стало отношения. Но все равно такое, типа, то, влюбленное какое-то, оно все равно есть внутри. Типа, родное. Я себе тоже задал этот вопрос. Если отвечать на него с точки зрения силы чувств, я не думаю, что что-то изменилось. Какая любовь была, такая и была. Просто структура изменилась. По-другому стала. То есть, сначала я воспринял тебя как определенную. Ты играла одну роль в моей жизни, а теперь другую. Как ты думаешь, что было самым сложным для меня в момент нашего расставания и почему? Ну, не видеться. Не жить вместе. Оставаться в пустой квартире. Мы достаточно много проводили времени после расставания. При условии того, что его можно было не проводить так много вместе. Ну, так обычно и делают. Ну, у нас все необычно. Ну, конечно. Не думаю, но тем не менее, да. Я жила в машине. Типа, я выходила рано утром из дома. И приезжала к дому вечером специально. И ждала момент, пока я не начну засыпать, чтобы просто подняться и уснуть. Жестко. Да. Это было достаточно долго. А самое сложное было то, что я была не готова. Типа, это было такое, типа, пощечина неожиданная. Вот это самое сложное. Какие выводы ты сделал из наших отношений? Это первый вопрос. Потом будет второй. Выводы я сделала себе на будущее, да? Если так можно сказать. Ну, тут вопрос, чего ты не будешь повторять в других отношениях. Это второй вопрос. Ладно. Ну, в принципе, близко. В следующий раз, если так случается, то я буду очень осознанно прям подбирать для себя человека. Сейчас я, конечно, этого не делаю, но я тоже делаю выбор такой, очень жесткий. Типа, если мне что-то не нравится, я просто ухожу или сразу отказываюсь от людей, которые находятся рядом со мной. Просто быть осторожней. И, возможно, такое самое главное, это то, чтобы в отношениях не я любила человека больше, а меня любили. Это основной критерий, который я буду искать или преследовать. Я думаю, это база теперь, чтобы такого говна не хавать больше. Ну, получается, не буду влюбляться. А, да, логично. Согласен. Отношения же это не про любовь. Ну, буду делать это с осторожностью, точно. С осторожностью. Это страшно теперь. Кнопка, да, где-то есть? Кнопка выхода? Да. Или какая? Ну, я думаю, что здесь вопрос не про это, а здесь вопрос, допустим, не будешь знакомить с родителями раньше времени, что это такое, понимаешь? Да, это тоже. Я не буду ни с кем знакомить. После свадьбы только? Нет, не после свадьбы. Ну, то есть, типа, я не буду никому про это рассказывать, я не буду ни с кем видеться, друзьями знакомить, еще что-то скажу. Ну, хочешь, пожалуйста, давай, хочешь познакомиться с родителями, давай, делай предложение, условно. Хочешь что-то серьезного, ну, делай серьезные шаги. Я не буду ни с кем жить. Я не буду ни для кого стараться, я не буду готовить, я не буду убирать чьи-то квартиры, вещи стирать, ездить к чужим родителям я тоже не буду. Потому что зачем? Привыкать, стараться, когда потом это все остается, становится ненужным. Товарные отношения. Теперь они будут такие. Повезло тебе. Кому-то точно нет. Ну, да. Если бы мы познакомились сегодня, думаешь, мы бы стали встречаться? Если я такой же, как и я сейчас, ты такая же, как я сейчас, я думаю точно, да. Но это возможно, я имею в виду, что это возможно. Да, мне то, что кажется. Типа, ты же еще не знаешь человека. Нет, ну, если учитывать, что ты будешь осторожна при выборе, понимаешь? Да, не буду пушить. Да, и я там со своими, то получается все равно, да, но можешь не так быстро. И сначала поженимся? Точно нет. Ну, блин. Ну, пошутил. Жалеешь ли ты о том, как наши отношения закончились? Хотела бы ты что-то изменить? Ну, ты уже говорила об этом. Да, я бы хотела, чтобы это было по-другому, в другой день. С такой, знаешь, типа... И с моей стороны, конечно, должна быть доля ответственности, потому что я не воспринимала все, что происходило. Какие-то твои там знаки, посылы, слова, действия. Типа, вот, Алина, тебе нужно найти работу. Алина, тебе нужно больше чем-то заниматься. Тебе нужно быть самостоятельной. Давай сегодня одна. Алина, и все такое. Лучше, наверное... Я не знаю, как должно быть лучше. Наверное, не так. Может быть, более серьезные разговоры. Может быть, без такого резкого решения принятого. То есть, с какой-то паузой. И в другой день, конечно, да. А, и еще, чтобы это не было типа... То есть, мы расстались. Все это произошло в день свадьбы моей подруги. ВАГ мне такой говорит, все, расход. Мы все еще жили вместе неделю. Дали себе возможность что-то как-то поменять. Ну, ВАГ что-то там в себе менял, искал. И к концу недели все стало нормально. У нас был вечер с друзьями, поход в бар. И все было вот прям вообще супер ровно, супер нежно. Мы обнимались, целовались. Как-то все было как будто бы нормализовалось. А потом хлоп, и все, конец. Вот, то есть, чтобы вот этого не было. Я как будто бы поверила, что, а, похоже, все норм. А на следующий день у меня такие, нет, не норм. Не нужно обманывать. Хотя я знаю, что ты делал это, типа, с хорошим намерением. Типа, в последний раз, напоследок. Но вообще лучше без этого. Это ужасно. Что бы ты хотел мне пожелать? Я тебе желаю гармонии в душе. Чтобы ты делала то, что тебе нравится. И стала счастлива сама собой. И, как ты говоришь, не торопилась. Когда ты поймешь, что тебе реально по-настоящему нужно, вот, тогда ты уже поймешь, с кем тебе это нужно. Вот, я желаю этого понимания тебе всем. И, ну, тебе вообще в тысячу раз больше, чем всем остальным. Вот. Спасибо. Да. Ты когда-нибудь задумывался над тем, чтобы прожить со мной всю жизнь? Когда-нибудь, да. Думал, типа, в принципе, можно, да, круто. Нет, ну, серьезно. Да, серьезно, да. Понятно.